сегодня я вам хочу показать каким способом я завязывала бантик на этой прихватке на самом деле способ довольно широко известен это способ на вилке когда я нашла картинки в интернете я подумала что этот способ мне не подойдет потому что на вилке получаются очень маленькие бантики которые можно использовать в скрабукинге мне же нужен был большой бантик но потом немножко поэкспериментировав я поняла что в общем-то и для меня этот способ вполне подходит ну что ж начнем я взяла тесемочку подлиннее так сначала прикладываем ее вот так сзади на вилку а левый хвостик у нас идет спереди и вот оставляю вот такой вот большую петельку побольше для нашего бантика потому что мне нужен бантик не размером с вилочку а побольше вот у второго хвостика тоже мы его вот так накрыть заворачиваем у правого и тоже оставляем петельку довольно большую на самом деле ничего сложного в этом способе нет просовываем вот среднюю дырочку правый хвостик протягиваем можно даже запасом оставить вот эти хвостики их потом легко подтянуть протягиваем аккуратненько просовываем вот так и заводим вот за эту петлю вот в общем то и все и сейчас аккуратненько подтягиваем видите например получился такой вот бантик большой нам хочется поменьше тогда можно подергав за концы понять какую сторону лучше нам ну вот такого чтобы уменьшить эти хвостики чтобы уменьшить этот хвостик надо вот здесь потянуть ну вот в общем то вот основа готова теперь мы снимаем вилочку так с обратной стороны у нас получился вот такая пока еще кривулька сейчас мы ее под затянем затягиваю я вот так вот эту петельку прижимаем вот в этот кончик тяну вот нити вот этот если тянуть то этот петелька уменьшается так вот тут по серединке можно под расправить и вот этот кончик мы затягиваем вот в общем то банкин готов теперь нужно его подтянуть до нужного размера вот эту серединку размеры вот этих вот петелек можно отрегулировать ну в целом вот